40 тысяч колымчан регулярно занимаются спортом. Такие сведения попали в публичный отчет Департамента физической культуры и спорта за 2017 год. Стимулом стали 13 спортивных объектов, которые построили и отремонтировали за год. Особой популярностью среди колымчан пользуются плавание, игровые виды спорта – волейбол, баскетбол, футбол и единоборство. А также лыжные гонки, горнолыжный спорт, фитнес и занятия в тренажерных залах. У молодежи вошли в моду занятия паркуром, воркаутом и скейтбордингом. На Колыме планируется строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Привлекут средства всех уровней, в том числе средства фонда особой экономической зоны. В этом году начнут проектирование нового трамплина для русской горнолыжной школы. Магаданские склоны ждет модернизация. Подъемные устройства, которые мы сделаем, они позволят нам, во-первых, разделить горы, то есть на одной стороне будут заниматься горнолыжники, на второй сноубордисты. У туристов будет больше времени для того, чтобы кататься. И кроме этого, мы на левой стороне, на РГШ, будем готовить с этого года трассу по сноуборд-кроссу, там, где у нас наивысшие результаты. В этом году составлен план подготовки магаданских спортсменов в основной состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, сноубордингу и лыжным гонкам. В том числе летающие лыжницы Александры Кустовой, которая приняла участие в Олимпийских играх в Южной Корее и заняла 24 место.